Так вот каково это, когда не взаимодействуя с фандомом, обзорщиками, можно наслаждаться творением и только потом узнать, что оно оказывается говно. Когда в обзоре на Росомаху я сказал, что могу и про эту игру ролик запелить, я не ожидал, что окажусь вот в такой ситуации. Насколько много я мог сказать про Росомаху, настолько мне нечего сказать про эту игру, которую я прошел где-то за пару часов, поэтому этот ролик получится довольно коротким, извиняйте. Чудом будет, если я смогу растянуть его хотя бы до 10 минут. Если вы хотите купить новую игру, но она недоступна для покупки из РФ или не принимается платеж, то здесь вам поможет игровая площадка Case for Gamers, бывшая Diffmark. У них произошел ребрендинг, сменилось только название, все остальное как и было. На ней можно приобрести игры для множества сервисов и платформ, и также закинуть деньги на свой кошелек в Стиме, PayStory или Xbox. Пополнить баланс в Амазоне, iTunes, Nintendo Store. Можно также покупать различные программы, антивирусы, подписки, предзаказы и все остальное. Имеется более 300 методов оплаты, действующие как на территории РФ, так и на территории Беларуси. Товары можно как покупать, так и продавать. Имеется круглосуточная русскоязычная поддержка. По промокоду SEDOVSKY вы получите скидку в 10% на любой товар. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. Итак, игра Terminator Salvation, выпущенная одновременно с одноименным фильмом, это коридорный шутер от третьего лица, в котором нам, играя за Джона Коннора, нужно пробираться через руины Лос-Анджелеса и отстреливаться от машин Скайнета, укрываясь за различными укрытиями. Нам встретятся как машины из фильмов, вроде аэростатов, мототерминаторов, интеллектраторов Т-600, так и новых, вроде паукообразных Т-70. И на этом описание игры можно закончить. Типа, нет, серьезно, это настолько простая, настолько линейная и коридорная стрелялка, что единственное, что оправдывает ее существование, это сеттинг и музыка. Вся игра, это просто гребаный тир за укрытиями, из-за которых мы отстреливаем аэростаты, которые очень простые противники, пауки Т-70, которых нужно обходить с флангой и расстреливать со спины, так как у них там нет брони, и иногда терминаторов, которые вот единственные по-настоящему серьезные противники, против которых действованы либо трубчатые бомбы, либо РПГ с гранатометом, и в парочке моментов хантер-киллеров и мототерминаторов. И это вся игра, просто стрельба. Стрельба пешком, и иногда стрельба из транспорта. И пару раз надо убегать. Тут нет каких-то квестов, каких-то поисковых расследовательских элементов, ничего. Исследовать тоже нечего, эта игра настолько коридорная, что мы даже не можем как-то по-другому переместиться по локации, упираясь в невидимые стены. Вы здесь не найдете каких-то записок, коллекционных предметов или особенного оружия. Оружия тут, кстати, всего 7 штук. 5 огнестрельных, дробовик, автомат, пулемет, РПГ, гранатомет и 2 метательных, гранаты и трубчатые бомбы для терминаторов. Стреляет оружие? Ну, оно просто стреляет. То есть вроде и не говно, но удовольствие от попадания ты не испытываешь. Чисто функциональное. Никакого крафта или улучшения этого оружия тут тоже нет. Все пушки ты просто постепенно находишь по мере прохождения. Все они валяются либо рядом с трупами, либо просто сами по себе. А если вдруг кончаются патроны, напарники тебе их с удовольствием дадут. Да, мы тут не одни, а в сопровождении ботов-сослуживцев. И они, ну, на самом деле не так уж и бесполезны. Они способны отвлечь машину на себя, они могут ее уничтожить, если она отвлеклась на вас. И они не могут умереть, что хорошо. Не бесили. Но на этом так-то тоже все. Никакой индивидуальностью они не обладают. И имеют всего по одной-две реплики, которые они постоянно повторяют. Так, а чего в игре еще нет? Разрушаем его окружение, что заставило бы тебя хоть как-то шевелиться. А то ты так можешь оставаться в укрытии сколько угодно. Противники не могут обойти тебя с фланга и застать врасплох. Они двигаются только по вот строго определенной траектории. Разве что терминаторы могут подойти к тебе вплотную, да и то не всегда. Ну, ладно. Пускай геймплей скучный и однообразный, но может сюжет тащат? Ведь многие за это и полюбили, например, Ална Уэйка. Ну, скажем так, на фоне этой игры там геймплей покажется очень разнообразным. А по сюжету? Сюжет тут, к сожалению, вообще ни о чем. Он не является повторением фильма, а скорее является таким очень необязательным прологом к фильму. Из персонажей у нас тут, собственно, Джон Коннор, Блэр Уильямс и Барнс, который в этой игре как раз и присоединяется к сопротивлению. Да, ведь нам это нужно было узнать. Ну и парочка новых невзрачных персонажей, которых вы сразу забудете, как только закончите игру. Сама история повествует о том, как Коннор решает вытащить часть своих людей из ловушки и там потом все взорвать. Все, я описал весь сюжет. Из важных сюжетных моментов тут только то, как герои наткнулись на Т-600 в резиновой коже. И все. Больше никаких интересных мыслей, вау-моментов, чего-то такого, что заставило бы тебя после прохождения подумать, нет. Сюжет тут максимально простой и просто сделан для галочки. И да, Маркуса, Кайла Риса, Хирены Коган из фильма тут нет. Да и Джона Коннора тут по сути нет, потому что это не Кристин Бэйл. Так, ладно, ну если в этой игре нет ничего хорошего, то почему она мне при первом прохождении вполне себе понравилась? Ну потому что парочка плюсов в ней все же есть. Во-первых, музыка. Я меломан. Я очень люблю киношные саундтреки, и музыка из Терминатора не исключение. И для этой игры написали довольно классный саундтрек. Да, по сути это очередная переигровка темы Фидели, но я не знаю. Эти версии звучат в принципе органично. Тема в меню. Тема играющая во время появления Терминаторов. Все они, на мой взгляд, вот это чистое субъективщина, тут я вообще не могу ничем империровать. Все они звучат здорово, атмосферно и довольно эмоционально. Ну и несколько оригинальных композиций тут тоже есть. Например, тема передышки, назовем ее так. Ну и несколько других композиций в принципе тоже нормальные. Но и здесь есть проблемы. Эти композиции либо сменяют себя слишком резко, и это прям ощущается. Либо они звучат слишком не в тему. Вот это вот тема. Она звучит слишком часто и слишком не в тему. Ну то есть, тот уровень эпика, который она подразумевает, не соответствует тому, что происходит на экране. И в результате чего ты на этом зацикливаешься и забываешь, что другие композиции звучат в принципе органично. Эта тема логичнее звучала бы, когда врагов вот очень много. Когда происходит какой-то переломный момент, или когда вот происходит финальная битва. Где она, кстати, тоже вот звучала, и там она уже была более-менее в тему. Но это уже не ощущалось на полную катушку, потому что до этого ты этой песней уже, так сказать, наслушался. Ну то есть, это выглядит так, будто авторы наняли к себе хорошего композитора, он написал хорошую музыку, но вот грамотно ей воспользоваться у них фантазии, к сожалению, не хватило. Во-вторых, сеттинг. Хоть графика у игры уже дико устаревшая, но локации в принципе смотрятся неплохо. Красиво, атмосферно, фактурно и довольно детализировано. Вот именно находиться в этом сеттинге тебе в целом прикольно. И на этом, к сожалению, все. А, ну и башка терминатора прикольно вращается мышкой во время загрузки уровней. Жаль, правда, что сейчас игра грузится очень быстро, и ты не успеваешь этим побаловаться. И в игре есть кооператив для двух игроков. Лол. Для кого эта игра? Ну, если вам нравится сеттинг терминатора и простая пострелушка, и вы любите музыку из фильмов, то в принципе можете и поиграть. Наверное, поэтому и игра тогда мне и зашла. Но если нет, вы ничего особо не потеряете. Лучше поиграть в терминатор резистанс, которая получилась, наверное, лучшей игрой по терминатору за все время. Да, в ней устаревшая графика, слабоватая постановка, но обалденная атмосфера, довольно интересный геймплей, который затягивает, бережное, очень бережное отношение к первоисточнику, вот виды, что игру делали люди с любовью. И на удивление, неплохой сюжет с небольшой, даже вариативностью, вот я охренел. Отдельно про эту игру у меня ролик делать нет особого желания, но обзор о других можете посмотреть, там у меня мнение в целом совпадает. От себя могу сказать, что если у вас много свободного времени, то в принципе в эту игру можете и поиграть, а потом заскочить в резистанс, и тогда, возможно, вы от нее кайпанете даже еще больше. Ну или можете сразу же пойти в нее играть, и с Alvation можно смело скипануть. Да, в детстве игра мне зашла за счет музыки и за счет сеттинга, но в остальном это очень однообразная, дико линейная и короткая игра, не дающая тебе ничего нового, которая после прохождения не оставит у тебя никаких впечатлений, ну разве что, ну музыка мне понравилась. Ну и в общем-то и все.